Приветствую вас, господа пановы! В этот раз в нашей рубрике «Магия игры» от портала Slot City Show позвольте затронуть очень непростую тему. Слушайте, а чем подогревали свой азарт наши предки в безумном, но таком плодовитом девятнадцатом веке? Что они, собственно говоря, пили, курили и нюхали? Что было реально в так называемых «табакерках» и чем «чаек» английский так запал в душу европейцам? Дело в том, что нам, людям, не лишенным здравого азарта и авантюризма, очень часто приходится слышать свой адрес обвинения в том, что мы, дескать, деградируем, идя на поводу своих страстей. Вот раньше-то было не так, утверждают наши оппоненты, а сейчас распоясались. Готов с этим утверждением поспорить, и факты буду приводить практически непровержимые, защищая нас, теперешних. Если вам интересно, то жмите на колокольчик, подписывайтесь на наш канал и позвольте таки уже начать. Знаете, у нас в Киеве, столице Украины, на одной из главных туристических улиц, а именно на Андреевском спуске, стоит три памятника трем наркоманам. Ну, скажем так, трем персонажам, которые злоупотребляли. Начнем с Булгакова, при всем уважении. Пагубная зависимость от опиатов свела его в могилу. Чуть ниже по Андреевскому сидит уже Гоголь Николай Васильевич. Вы скажете, а он-то тут при чем? Николай Васильевич нередко, скажу я вам, как описывали его современники, впадал в состояние полного оцепенения, я цитирую, когда дыхание и пульс едва прослушивались. По сегодняшний день такая болезнь науке неизвестна, если это не злоупотребление определенными веществами, которые в то время были весьма популярны среди богемы и не только. Об этом чуть позже. Ну и, наконец, шансонье Александр Вертинский, чья страсть к кокаину воспета в народных легендах и не только. Перед вами, господа пановы, фрагмент биографического сериала Вертинский, снято в 2021 году первым каналом Российской Федерации. Вот так жадно вместе со своими друзьями, поэтами, молодой Александр Вертинский просто поедал кокаин, купленный в ближайшей аптеке. Такие, господа пановы, были временас. Все эти трое родились еще в 19-м том самом веке. А что это был за век такой в плане всего этого нехорошего? Скажу сразу, что весь коллектив нашего канала категорически осуждает и ничего не пропагандирует. Мы просто хотим видеть мир таким, каков он есть, и понять свое место в нем. В наших широтах все началось со времен того самого Петра Первого и его агитации за табачную зависимость. Тут вопросик напрашивается, а что курили казаки в своих люльках, если они до Петра табаку не знавали то? Ждем ваших ответов, вашей версии в комментариях. Так вот, именно Петр Первый стал насаждать курение табака в отсталой России как модный элемент европейской культуры. Петр не только сам курил и нюхал табак, но и заставлял окружающих делать это, как пишут историки, щедро раздаривая индийское зелье на ассамблеях. Это была цитата. Давайте в первую очередь обратим внимание на терминологию. Нюхал табак и индийское зелье. Сейчас мало кто табак нюхает. В этом фактически нет никакого смысла. Его, конечно, можно нюхать, но практически никаких ярких для употребляющего эффектов это действие не вызовет. Но ведь именно в 18-19 веках были массово распространены так называемые табакерки. Табакерки, из которых табак именно нюхали. Эти табакерки в самом разном исполнении массово дошли до наших дней в виде экспонатов музеев и товаров антикварных магазинов. Вот именно такой, к примеру, табакеркой был убит целый царь Павел Первый. Сегодня она хранится в музее. Знаете, есть подозрение, что убил его таки не табак. Согласитесь, если бы в табакерках был бы обычный табак, то эта мода вряд ли бы прижилась. Но если в табакерке засыпать другое вещество, то светские балы засияли бы другими цветами и по своему общему настроению ничем не уступали бы современным дискотекам. А ведь так оно и было, судя по всему. Так что же все-таки курили, пили и нюхали люди тех самых овеянных романтизмом 18-19 веков? Странно, но так называемый нюхательный табак в наши широты шел именно из Индии и Китая. И контролировали эти поставки английские, испанские и голландские купцы. Возможно, вы кое-что припоминаете про так называемую вест-индскую компанию. Она часто упоминается в исторической и художественной литературе, описывающей события тех времен. Чайные клиперы этой компании везли в Англию чай, ну как бы чай, в Англию и в Европу, который с нетерпением ожидал европейский потребитель на этот так называемый чай. Англичане подсели так сильно, что каждая новая поставка превращалась в настоящий праздник национальных масштабов. Утверждалось, что привыкание наставало к этому чаю практически с первой чашки. Вот оцените масштаб событий в английской жизни. В 1851 году в Англии издается закон, согласно которому в этой стране ввелись строгие ограничения на продажу вина, спирта, пива и других алкогольных напитков, но поддерживающий продажу чая, кофе, шоколада и лимонада. Этот закон получил известность также, как закон о five o'clock. В нем был пункт, который гласил, что все служащие и моряки ровно в 17.00 каждый день должны делать 15-минутный перерыв для чайпития. Удивительная забота о людях. В тот же период американские рабовладельцы на постоянной основе выдавали кокаин своим рабам на плантациях для повышения производительности труда. Так что же там за чаек такой английский был? Сам термин «чай английский» — это как, знаете, банан норвежский. Но мы же как-то привыкли. К примеру, вкус заваренных высушенных листьев, как утверждают специалисты, очень сильно напоминает обычный китайский зеленый чай. Все знают, что первыми на американские континенты зашли испанцы, которые внимательно присматривались ко всему тому, что использовали американские аборигены в качестве пищи и напитков. Естественно, была испанцами замечена и кока, которая потом ими же выдавалась рабам на плантациях для повышения все той же производительности рабского труда. Вдумайтесь, согласно историческим хроникам, еще в 16 веке испанцы в своих американских колониях выращивали по 16 тысяч тонн коки в год. Даже католическая церковь в те времена принимала десятину в виде листьев коки. Спрашивается, для каких целей? Испанцы силой сгоняли индейцев в места произрастания этого растения, устраивая гигантские плантации, тогда как сами аборигены до прихода колонизаторов выращивали коку лишь для себя и в очень ограниченных количествах. Ничего не остается, как попытаться таки выяснить, каким образом историки спрятали от нас с вами сегодняшних масштабную наркоторговлю 16-18 веков, которые были значительно, так сказать, веселее, чем нам об этом рассказывают. Обратите внимание, в 1566 году голландский магнат Жан Вилейн присылает нюхательный табак французской целой королеве Екатерине Медючи, как лекарство от головных болей. Кому сегодня, спрашивается, обычный табак, даже если его вдыхать, помогает от мигрени. Вряд ли. И тут стоит обратить внимание, нюхательный табак в те времена и позже называли табаком перуанским. Упоминания об этом часто встречаются в литературе той эпохи. По сегодняшний день в некоторых регионах Колумбии сохранилась практика употребления коки. Листья этого растения обжигают на открытом огне, а затем перетертый пепел вдыхают. С 16 по 19 век во всем мире употреблялся именно перуанский нюхательный табак со всеми вытекающими последствиями. Первое же упоминание коки в научных трудах европейцев относится еще к 1708 году и сделано оно было в трудах голландского ботаника Германа Бургавы. Через сто лет, в 1814 году британский журнал «Джентльменс» призвал приступить вплотную к исследованию растения, чтобы человек мог использовать коку вместо еды, периодически прекращая прием пищи в случае необходимости. В середине 19 века в мире начали появляться тонизирующие напитки на основе листьев коки. Более того, в 1863 году химик Анджело Марианни начал массовое производство вина, получившее название «Вина Марианни». Это была та самая настойка на листьях коки, где алкоголь использовался лишь в качестве растворителя, ускоряющего выделение кокаина из листьев. Сам Папа Римский Лев XIII носил, как утверждают современники, повсюду с собой фляжку этого самого кокаинового вина Марианни. Папа, тот самый Лев XIII, даже наградил химика Марианни золотой звездой Ватикана. Сам Марианни утверждал, что готов опубликовать целых 13 томов благодарностей от потребителей своего вина, среди которых были политики, актеры и практически все врачи, обслуживающие королевские семьи Европы. В 1884 году знаменитый Зигмут Фрейд, с ним знакомиться не надо, провел эксперименты на себе и издал в узких курах известную статью «Уберкока». Вот она, в оригинале, где он пропагандировал кокаин как лекарства от депрессии, различных неврозов, сифилиса, алкоголизма, морфийной наркомании, сексуальных даже расстройств и начал активно применять коку в своей психотерапевтической практике. В 1876 году листья коки активно использовались как спортивный допинг. Вплоть до 1885 года британские мастера спортивной ходьбы жевали на ходу во время соревнований листья этого растения, чтобы улучшить свои спортивные показатели. С 1880-х годов кокаин произвел целую революцию в анестезии. Сотни других лекарств на основе кокаина появились на рынке. Они стали использоваться в травматологии, гинекологии, рекламировались как средство на все случаи жизни. Некоторые препараты против сенной лихорадки или астмы вообще в себе ничего не содержали, кроме чистого кокаина. В 1900 году в США кокаин вошел в пятерку самых продаваемых лекарств. Ведь это касается не только господа по новой западного мира. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Российской Царской Империи. Напишите в комментариях, рассказывали ли вам об этом вашей дедушке и бабушке. И давайте не забывать, в 1885 году на рынок Северной Америки вышла та самая кока-кола, в состав которой входили листья коки и орехи колы. Вы понимаете, что к концу 19 века кокаин в той или иной форме употребляли в мире сотни миллионов людей? Практически на постоянной основе. Стоит не забывать о том, что также был массово распространен и отживательный, так называемый, опять же, табак, который тоже был латиноамериканского происхождения. Если мы посмотрим учетные записи 1850 года из Вирджинии и Северной Каролины, а это были центры табачной промышленности Соединенных Штатов, то увидим, что в этих штатах работало 348 фабрик, производящих табак. А теперь внимание! Только шесть фабрик из 348 производили курительный табак, а остальные 342 фабрики выпускали табак жевательный. Сейчас жевательный табак совершенно не популярен, так как в начале 20 века из его состава убрали листья коки так же, как и из кока-колы. Из той же литературы или словарей можно даже вспомнить, что табак еще и пили! Вот из словаря «Испить табака» Матэ де Кока – это перюанский чай из коки, которым активно промышляли еще в 16-17 веках иезуиты. Они поставляли по своим каналам из Латинской Америки это зелье, а после того, как этот монашеский орден разогнали, секрет так называемого матэ был как бы утерян. О том, как жили наши предки еще не так давно и чем подогревали свой азарт, можно говорить еще долго, вспомнив, к примеру, про все ту же британскую вест-инскую компанию, фактически разбогатевшую на поставках неких специй из Азии в Европу. А что это были за специи, за которые среднестатистический полу-нищий житель Европы тогда готов был отдать последнее? Перец и паприка? Не верится. А как же не притянуть за уши еще несколько опиумных войн в 19 столетии? Но об этом как-нибудь в другой раз. Подытоживая все вышесказанное, хочется в финале всем нам, господа пановы, далеко не лишний раз напомнить, что мы сегодняшние, по сравнению с ними вчерашними, просто паиньки. И нечего на нас наговаривать. Мол, видите ли, мы деградируем. Вот уж бед. Мы активно прогрессируем. И да, прибудет с нами фарт и жена его фортуна. До новых встреч. Подписывайся на канал, если хочешь быть в курсе самых свежих новостей из мира азартных игр.